Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Сидникова. Не переключайтесь, сегодня будет очень интересное видео. Сразу покажу много и вязаных вещей, и новую технику макраме. Вот такого совёнка, друзья, я вчера начала вязать и сегодня закончила. Да, устала, но передо мной должок. Вам нужно показать ещё мою вязаную юбку на мне. Ну, а тут вот такая красота. Почему не вышла в те два дня, когда обещала, что буду показывать вязаную юбку? Друзья, ко мне пришла новая посылочка с новой пряжей от магазина Т-Декор. И не только с пряжей. Так что оставайтесь, будет интересно. В Т-Декор появилась новая пряжа или шнур для макраме, потому что у них открылся свой цех или своё производство, которое называется Нить Добра. Вот так вот, очень ласково и прямо название в точку. Это действительно Нить Добра. Потому что столько можно создать всяких красивых и очень полезных вещей. Сейчас эта пряжа или этот шнур Т-Декор позиционируют на площадке Wildberries. Я, конечно же, друзья, оставлю вам эту ссылочку. Но когда мне её прислал Антон, чтобы показать, какой новый товар у них появился, я просто обалдела. Я не знала, что выбрать. Зайдите, пожалуйста, и посмотрите, какие там привлекательные цены. Это самая низкая цена в России на такой шнур макраме. И чтобы не быть голословной, я, конечно же, могла вам, пришла эта посылочка, показать просто пряжу. К ней мы ещё вернёмся. Я её приготовила, покажу вам. Но мне хотелось вас, так скажем, увлечь, вдохновить, чтобы показать ещё и изделие из этого шнура. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Всё покажу, всё расскажу. Под этим видео оставлю ссылочки на те мастер-классы, по которым я вязала вот эту модель. Но здесь много, так скажем, то, что я сама додумалась. Не поняла, как вяжутся в этом мастер-классе. Ссылочки оставлю, повторюсь. Я совмещала здесь два мастер-класса. Что-то взяла от одной девочки, что-то от другой. И что-то привнесла своё. И вот получилась вот такая красота. Почему я связала этого совёнка? Друзья, помните, я как-то, когда показывала вам, как скачать свои видео, кто покупает мои мастер-классы, как их сохранить, чтобы у вас не только ссылка была, но и... Ну, вы знали, как сохранить эти видео. И я сохраняла для наглядного примера кресло, качалку, кресло, подвесное кресло, качель. И вот это вот проба пера. Конечно же, такую большую вещь мне сразу боязно было вязать. И я всё думала, получится у меня, не получится. Хотя это моя не первая работа, друзья. Я ещё вернусь к этому. Ну, а связав вот этого совёнка, вот эти шишки, кстати, Анечка собирала у нас в парке, пригодились, чтобы уж так, ну, совёнок же в лесу, чтобы пахло лесом моей вот этой вот красоте. Вот. Я решила попробовать вот на такой какой-нибудь маленькой модели. Ушло всего 100 метров сюда. Вот. Так. Теперь покажу вам... Вот это вот, наверное, моя самая первая работа. Это также высылал в магазин Т-декор и донышки, и трикотажную пряжу. Это не специальный шнур для макраме. Эта авоська была сплетена мной из трикотажной пряжи. Тогда ещё не было этих шнуров в магазине Т-декор. Или на Вайберис, это нить добра называется магазин. Вы даже просто можете забить сейчас на площадке Вайберис магазина нить добра, и вы попадёте на страничку, где продаётся вот такая замечательная пряжа. Эта пряжа, друзья, без сердечника, то есть это не полиневитой шнур. В чём отличие, что эти изделия можно стирать, друзья. Представляете, они не разлезутся, не распадутся. Эти изделия можно стирать. Конечно, да, в принципе, и с овёнком можно моего постирать. То есть я отсоединю здесь шишечки, они легко отсоединяются. Глазки здесь просто снимаются. Как связать вот эти глазки? Ну, вы видите, это обычный джут. Кстати, джут там тоже продаётся. Я видела, когда мне Антон нацелал ссылочку, я видела, что там продаётся и джутовый канат, и просто, ну, вот этот шпагат, да, джутовый шпагат. Вот. Бусинки у меня были, но это даже не... Ну, бусинки и вот такая вот финтиклюшечка. Я научилась, друзья, вязать... Здесь плоский узел, как вы знаете, кто вяжет макраме. Вот он. Вот это вот бриды, или ещё называется рецовый узел. И вчера я научилась вязать элемент ягодка. Вот это вот тельцы, и вот лобик у совы. Это элемент ягодка. В общем, друзья, я не знаю, когда я всё это буду делать. Мне хочется и вязать. Мне хочется и снимать мастер-классы для вас. И мне хочется вязать макраме. Кстати, я уже нашла ещё две совы, которые хочу связать. И, ну, вот сейчас с вами поговорим. Я вам покажу пряжу. И потом пройдём, и я покажу место, где сейчас красуется вот этот вот мой совёнок. Да, вот это вот, видите, это просто... Можно сюда, ну, вставить вот в лапки, на чём сидит веточку. Так будет натуральнее смотреться. Но сейчас грязь, и я уже не полезла в огород. Хотя найду там веточку, может быть, покрашу её, может быть, очищу. Но сейчас не хотела месить грязь. И вот что я сделала. На вот этой бобинке была намотана пергаментная бумага для выпечки. Так что не выбрасывайте. Я её просто вот укатала, да, обвила, обвитиями джута, ну, на кончиках приклеила, естественно. Сделала вот такую импровизированную веточку и посадила на эту веточку совёнка. Но здесь такая достаточно, видите, ну, широкое отверстие. Сюда можно потом, когда подсохнет немножко на улице. У нас, кстати, очень-очень солнечно. Потом я сюда более что-то натуральное. Придумаю, ну, чтобы веточка здесь была. Может быть, ещё на эту веточку навешу, знаете, есть такие пёрышки, вяжут в стиле макраме. Тоже будет очень красиво смотреться. Ой, носик здесь. Посмотрите носик. Носик – это пуговица. У меня, я покупала такие деревянные пуговицы. По-моему, в каком-то кардигане у меня это пуговица. Посмотрите, ну, прям настоящий нос совы. И что я придумала, поскольку у меня ушки получились какие-то маленькие такие. Ну, первая работа, так скажем, из шнура. И я вот придумала вот такие кисточки, тоже распушила. И вот получилась такая, немножко удлинила кисточки сове. Ну, и вот эти вот шишечки, я думаю, всё очень хорошо гармонирует. Ещё у меня сумка вот такая есть. Это тоже техника макраме. Вот эти вот две работы. Но это, опять же, трикотажная пряжа от Т-Декор. Красота! Так что заходите по ссылке, друзья. Я думаю, что я вас вдохновила. Украсим свой дом. Вот такими красивыми вещами. Антон мне прислал три вот такие бобинки. Значит, они там, во всяком случае, те, кто пользуются площадкой Валберис, это очень-очень удобно. Вы не платите за доставку. И Антон сказал, что постепенно их магазин Т-Декор для нашего удобства, для покупателей, будет переходить на площадку Валберис, чтобы было удобно и получать, и дешевле, так скажем. И кто давно зарегистрирован и пользуется этой площадкой, то там идёт накопительная скидка. У меня, например, сейчас скидка 22%. А было и 30%. Сейчас меньше покупаю, она там как-то немножко падает, когда я неактивна. Так вот, вот такая пряжа. Я даже сейчас зайду в компьютер, чтобы не быть голословной, скажу, сколько стоит вот эта вот моя пряжа. там очень много, друзья. Очень большой выбор. По-моему, 200... Вот шнур для макраме. 256 рублей, 300 рублей. Вот такой вот какой-то... Есть вот этот сильно крученный, есть менее крученные шнуры. В общем, друзья, цены просто радуют. Это не реклама, мои хорошие. Я даже просто могу, если мне больше не вышли вот эту пряжу, я просто куплю её всё равно, в любом случае. Потому что очень хочу связать вот эту вот качель подвесную, когда мы наведём порядок на улице, когда постелится плитка, сделается беседка. Я очень хочу связать вот такую качель. И гамак, и подушки. Посмотрите, какие цвета. Это же просто бомба. Вот я вам сейчас покажу. Посмотрите. Вот, кстати, из вот этой вот пряжи, но у меня только вот такая одна бобинка, но тут не полная бобинка. Я думаю, что тут меньше 100 метров мне не хватит на такого совёнка, поэтому не буду как бы это рисковать. А вот из этой пряжи я хочу связать коврик в ванную комнату в стиле макраме. Уже нашла мастер-класс. Ссылочку постараюсь оставить тоже под этим видео. И также ссылочку на площадку Wildberries и на площадку T-Decor. Но как же радостно, друзья, как же радостно, что это наше производство, российское, что мы развиваемся, что у нас появляются новые фабрики, заводы. И, конечно же, приятно поддерживать своего производителя. Сейчас вам ещё покажу. Вот такая вот они похожи. А может быть, как-то скомбинировать и связать ещё одного совёнка. Вот только сейчас вам рассказываю о идее пруд как из рога изобилия. А вот эта пряжа, я не хочу её распаковывать, ну, посмотрите, какой красивый цвет. Вся пряжа была упакована, кроме вот этих вот маленьких. И браслеты. А вот эта, посмотрите, розовая какая. Ну, красота красивая. В общем, я понаходила там кучу-кучу видео. Прям наберите плетём макраме и часы, и всякие салфетки. Оказывается, салфетки тоже есть в технике макраме. Вот никогда бы не подумала. Ну, коврики, ну, дорожки, ну, всякие вот такие вот совушки. Это я видела. Но салфетки, оказывается, есть в технике макраме. И вот ещё вот такой бирюзовый цвет. Но здесь тоже он, как сказать, он с белой ниточкой. Такой вот небольшой меланж. Короче, глаза у меня разбежались, друзья. Сразу появилась куча всяких мыслей. Хочется всё вязать. Вязать, делать, плести. Ещё бы хотя бы пару часов в сутках. Вот день сейчас прибавился. А мне всё равно времени не хватает. И ещё ты декор прислал мне вот такое покрывало. Сейчас покажу, ну, что оно идёт вот в таком подарочном. Чумоданчики. Сюда, кстати, тоже очень удобно в таких вещах, в таких упаковках хранить пряжу. Вы сразу видите здесь, какая пряжа лежит. Она не пылится. В общем, я люблю вот такие упаковочки для хранения своей пряжи. Наверное, вы уже поняли мою любовь к такой расцветке. У меня уже есть такое покрывало. Да, по-моему, тоже Ивановский. Какой-то Ивановский трикотаж. Может быть, не Дэй Декор, может быть, другой магазин. Но точно кто-то высылал мне. И я решила, что мне нужно ещё. У меня есть такое же постельное бельё. Вот прям расцветка один в один. То есть, принт здесь один и тот же. Но немножко разная расцветка. У меня сейчас лежит такое же покрывало. Но только там бежевый такой, светло-бежевый, тёмно-бежевый оттенок. То есть, тот же самый принт, Париж, там, вот, называется Voyage, стоит 2,300. Оно стёганое. Сейчас я вам покажу подробнее. Но я хочу ещё использовать его как летнее одеяло. Стирается легко. Просто в машинку запихнул. И это натуральная ткань, перкаль. Вот. Так что, сейчас прервёмся. Покажу юбку на себе. Ну, я не знаю, куда уже мне вставить этот кусочек. Кстати, мастер-класс по юбке готов. По юбке и по этому узору. Так что, обращайтесь. Буду ждать ваши письма на свою электронную почту. Все полезные ссылки на мастер-классы, где, по которым я вязала вот этого совёнка, я оставлю под этим видео. Так что, мои злопыхатели, особенно вот Танечка Лукьянова, я вас запомнила. Вы удалили тот комментарий. Были претензии ко мне, что я якобы у кого-то там что-то украла. Вот. Речь шла о шале, потерянной во времени. Якобы я у Натальи Брыжиной украла этот мастер-класс. Я вам там отсылала, по какому мастер-классу я вязала эту шаль. И посмотрите, год выпуска. У этой девочки, по-моему, Книт Лайф называется канал, по которому я вязала. Пять лет назад мастер-класс был создан, а у Натальи Брыжиной четыре года назад. Я не говорю, что там Наталья где-то что-то, так скажем, себе присвоила. Нет, ни в коем случае. Мастер-классы на Ютубе очень-очень часто повторяются. Наталья, может быть, и не знала, что уже такой мастер-класс есть. Такое часто бывает. Я не к этому. Но прежде чем кого-то обвинять, вы сначала вообще разберитесь, в чем вы обвиняете человека. А потом пишите ваш комментарий. А то призналась, еще такая мне пишет, ты призналась? В чем я вообще должна признаться? Во-первых, посмотрите видео, мои видео. Во-первых, я не говорила, что это мой мастер-класс. Я, наоборот, вам даже оставила ссылку на канал вот этой девочки, по которому я вязала эту свою шаль. Понимаете? Вот говорят, не делай добра, не получишь зла. Так это точно. Так что вы комментарий свой удалили. Но там Елена Шваб вам тоже отвечала. Леночка меня поддержит. И как бы я не вру, такой комментарий был. Но удалили, да, и молодцы. Может быть, поняли, что вы были неправы, все-таки. Так что, друзья, будем вязать. Теперь, я не знаю, у меня просто какой-то взрыв идет. Идей. Коврики, качели, всякие совенки, эти салфетки. И в стиле макраме, тем более, из такой пряжи, которая, ну, извините, ну, за 100 метров 270-300 рублей, вот, вот, на вот этого совенка, друзья, ушел один моточек вот такой пряжи. Вот ровно, прям вот четко. Там остались, конечно, когда я обрезала вот здесь, там остались, я делала, отрезала по 5 метров, ну, вот эти шнуры. Там остались кое-какие остатки, ну, можно было по 4,5, но я что-то как-то думаю, а вдруг вот не хватит, вдруг не хватит. И что тогда перевязывать не хотелось. И из этих остатков у меня тоже есть идея, красивую вещь постараюсь сделать, постараюсь вам показать. Так что остатки, если будете плести вот такого совенка, не выбрасывайте, они вам очень-очень пригодятся. Не знаю, что вам первое показать, покрывало или юбку на мне. В общем, что покажу, то и покажу. Не знаю, друзья, как мне встать, чтобы вы видели меня во весь рост. Вот так вот смотрится вот эта моя майка или футболка, которую я назвала отдыхалочка. Вот так вот смотрится эта юбочка. Красота красивая. Вы скажете, там мне писали, что лучше бы вы сделали вот это присбаривание, ну, по сетке, а не по узору. Друзья, вы думаете, я что? Ну, как бы не понимаю, как мне лучше сделать. Мне вот нравится именно вот так, когда узор идет вот именно сбоку, понимаете? Я сейчас, конечно, могу перевернуть вот так, да? Вот посмотрите, как это смотрится, когда этот узор по центру. Мне вот этот вариант не нравится вообще, вот от слова совсем. И как смотрится, когда вот так идет пересбаривание. Именно по узору. И когда этот узор именно сбоку. Не по центру, а именно сбоку. Понимаете? Вы можете делать, вязать так, как вам нравится. А я связала так, как нравится мне. Вот. Так что мастер-класс по вязанию и этого узора. И вот этой юбки, друзья, уже готов. Красота красивая. И вот эта сумочка тоже мне писали, сюда не идет. А мне кажется, она очень сюда идет. Ну, просто получился комплект. Вчера, кстати, дочь у меня была и говорит, мам, я бы сама такое носила. Так что я так поняла ее намек. И нужно будет и ей такой комплект связать. Вот покажу вам, что я продолжаю снимать мастер-класс о вязании верха. Вверх здесь будет, как бы не так поднять, чтобы вы поняли, как это красиво будет смотреться. Вверх будет вот такой. Вверху будут небольшие цветочки, типа такой а-ля кокетки, что ли. Я не знаю, такой квадратный вырез будет. И цветочки. Продолжаю снимать этот мастер-класс. Здесь вывязывается вытачка. Это все я показываю, как сделать. То есть это все будет очень-очень красиво сидеть. Так что я продолжаю снимать мастер-классы для вас. Это будет отдельный мастер-класс. Но этот топ, конечно же, будет подходить к этому платью. Напомню, что юбка это ирис кировский. Вязалась она крючком полтора. Ушло на юбку, ну на мой размер, ну наверное 52 уже. 350 грамм. Вот эта пряжа называется Роуз Гаден. Это чистый хлопок. Очень похоже на Флауэс. Тоже турецкая пряжа. Но Флауэс там полухлопок. 50 на 50. Вот эта пряжа Роуз Гаден. Найдете видео на канале. Я рассказываю, и там и артикул этой пряжи есть. Но по-моему, мне кажется, ну очень все красиво получилось. Вы извините, я босая. Пока нет подходящей обуви. Но здесь я демонстрирую вам не обувь, а демонстрирую вот эту вот прекрасную, очень красивую юбочку. Здесь завышенная талия по определенным причинам. Вот. Но даже на такой, скажем, немаленький размер, мне кажется, смотрится очень-очень даже неплохо. Вот. Так что вязание комплекта продолжается. Вот здесь пока красуется совенок. Я хочу связать еще таких два и разместить их вот здесь, чтобы здесь у меня была целая семья вот таких красивых совят. Ну, одному же ему, наверное, скучно здесь, правда? А когда будет несколько и они все будут разные, я думаю, что это будет красота. Те-декор громаднейшее. Благодарю за предоставление такой шикарной пряжи или шнура для макраме. Вот я вам показываю свое старое покрывало. Вы можете видеть, что это такой же, такой же принт. И сейчас я застелю новое. Мне очень нравится этот принт. И цена в Те-декор, по-моему, 2-300. Для такого стеганого натурального покрывала я думаю, что это нормально. Вот так вот, друзья, выглядит это покрывало. Повторюсь, я его буду использовать как одеяло летнее. Посмотрите, какая красота. И как хорошо гармонирует с нашей вот стеной. Просто класс! Очень легкая, нежная. С той стороны вот такой цвет. С этой стороны вот такой красивущий принт. По-моему, 2-300 стоит, друзья. Классно! Шикардос! Те-декор от всей души благодарю! Ну вот, мои хорошие, на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Я думаю, вам было интересно. Все ссылочки и на магазин, и на мастер-классы, которыми я пользовалась, вывязывая вот эту красоту, я, конечно же, оставлю и в описании видео, и в первом закрепленном комментарии. Ну и не забывайте про то, что готов мастер-класс на вот эту юбку. Юбку и узор к ней. Мастер-класс называется «Цветочки в квадрате». Все, мои хорошие, я вас всех обнимаю, всех люблю. И до новых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok